В сессии позади, учебники заброшены в дальний угол, самое время доставать мяч и бежать на поле. И даже погода настоящим любителям футбола не помеха. Небывалые плюс 38 только азарта добавляют. Под палящим июньским солнцем разыгрываются нешуточные страсти. Никаких компромиссов, только вперед, только к победе. Нужны все те качества, что и в обычной жизни, целеустремленность, настойчивость, ну и желание совершенствоваться. При этом, наверное, любая победа, она не дается просто так, а благодаря каким-то усилиям. Ну и в том числе, конечно, командной игре. Так что мы командно собрались и, я считаю, показали хороший футбол. Футбольный факультет, турнир среди студенческих команд впервые проходит в столице региона. Самара, как город, принимающий чемпионат мира по футболу в 2018 году, растит своих футболистов. При поддержке администрации города все лето будет проходить спортивный фестиваль «Футбол в центре города». Футбольный факультет почетно его открывает. Принять участие в нем могли все желающие. Главное условие – быть студентом. Всего 20 команд. Они в большей степени, конечно, любители, но есть в каждом учебном заведении сформированные команды. Ребята по интересам играют в футбол, постоянно занимаются. А здесь они уже могут сразиться в рамках этого фестиваля, футбольный факультет, с другими командами, с других учебных заведений. Футбольное поле в самом сердце города, на площади Куйбышева, на два дня стало центром притяжения спортивной молодежи. За событиями на поле следили даже издалека. Благо, современные технические устройства это позволяют. У нас, короче, есть человек, он нам звонит по телефону, и он нас подбадривает. Он как наш тренер, он сейчас в армии, и он наш тренер. Он кричит, он ругается, и все, и мы подбадриваемся. И кидаем ему фоточки, что мы выиграем. Внимательно за игрой следят и профессионалы. Бывает, что на таких турнирах можно открыть будущую звезду футбола. А потому каждый игрок стремится показать себя с лучшей стороны. Капитаны смотрят и приглашают в команды именно вот с этих турниров. Так сказать, пополняют ряды нашей молодежи, которая занимается спортом и играет в футбол. Это больше для ребят нужно. То есть они, чтобы себя показали и увидели, насколько они сильны в футболе. Но футбол – это не та игра, где каждый сам за себя. Командный дух – вот залог победы. У каждой команды свой секрет. Мы не ругаемся просто, договоримся, чтобы не кричать друг на друга, не ругаться на поле. Мы уже чувствуем друг друга, мы настолько давно играем друг с другом, с самого детства. Несмотря на то, что спортсмены словут народом суеверным, самарские ребята ко всякого рода ритуалам относятся скептически. Все зависит от спортсмена, уверены они. Самый главный ритуал перед выходом – это поприветствовать команду соперников. Если все, больше нет никакого ритуала такого особого. Выйти – победить. Побеждать, конечно, сильнейший. А в такую погоду тяжело определить сильнейшего, конечно, и само собой. Не знаю, сплоченность команды, определенные установки. Ну и в такую погоду морально-волевые качества. Чтобы выйти в финал, команды проходят несколько этапов. Матчи на всех этапах состоят из двух таймов по 10 минут. В плей-офф в случае ничьи назначается серия пенальти из трех ударов. Уровень совершенно разный. То есть, если на групповом этапе были у нас счета вроде 12-0 и так далее, то уже в таких поздних стадиях у нас были серии пенальти. То есть, команда выясняла отношения уже в дополнительных каких-то показателях. Вот. Уровень, ну, на этом турнире, ну, вполне неплохой такой любительский уровень. Самый лучший уровень в этом турнире показали команды СамГТУ «Искра» и спортивный факультет. Они и вышли в финал. В ходе напряженной борьбы, когда даже болельщики замирали, выиграл спортивный факультет. Мы этой командой играем на всех возможных турнирах в Самаре. И не только. Ну, вот, решили поиграть в выходные дни. Приехали, заняли первое место. На самом деле, нелегко было занять первое место. Были команды хорошие, которые с нами встречались. Бугруслан, очень хорошая команда, приехала. В одной четвертой нам тоже попался нелегкий соперник. Но нам повезло больше. А футбольный фестиваль только начинается. Впереди еще много побед и столько же поражений. Но самое главное – масса самых ярких и незабываемых эмоций. В рамках фестиваля будет проводиться несколько турниров. То есть мы планируем, что это будет футбольный факультет. Это будет Кубок наций, где будут национально-культурные центры между собой соревноваться. Это будет на поле только девушки, где уже это в августе месяце будет планироваться, что девушки будут тоже соревноваться, команда. Планируется, что это будет и команда звезд, и команда ветеранов. То есть это такой продолжительный будет фестиваль. А завершит фестиваль футбол в центре города семейный турнир. Все, кто может сказать про себя «папа, мама, я – спортивная семья», могут формировать команды и попробовать завоевать титул самых ловких футболистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова